Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы начинаем новое прохождение нового глобального мода к Скайриму под названием Фалскар. Это мод довольно таки интересный, он является одним из лучших в плане квестовых модов. Он добавляет, по заверениям разработчиков, больше 20 часов геймплея, добавляет новые локации и порядочную линейку квестов. Еще он возвращает нас во времена, можно сказать, Моровинда, не какими-то событиями или персонажами, а именно стилистикой игры, потому что, если кто помнит, как был построен Моровинд, нам говорили, убей там десяток гоблинов и забери золотую чашу в пещере на севере. И ты, блядь, берешь этот квест, идешь где-то по делам, потом открываешь свой дневник и понимаешь, что тебе дали, и там записочка, иди, блядь, на север. А где ты был, где ты брал этот квест, какая пещера, куда, блядь, идти, хер его знали, догадывайся. Ну, что-то в таком роде ждет нас в Фалскаре. Чтобы начать эти квесты, нам нужно найти, ну, во-первых, в Рифтоне, вот такого вот дядюшку. Он будет отличаться тем, что болтает по-английски. Его зовут Ялмар. С тобой все в порядке? Так что случилось? Да? А почему ты так думаешь? Так в чем проблема? А? Да, конечно, я посмотрю. Вот так, собственно, начинаются квесты. Этого дядюшку мы можем найти либо у северных ворот Рифтона, либо в таверне Пчела и Жала. Либо он будет где-то шляться тут по городу. Город, благо, небольшой, поэтому проблем, я думаю, у вас с его поиском не возникнет. У нас появляется новый квест. Древние врата. Как видите, новая локация. Шахта, глубинное эхо. Давайте тут отменим. С момента записи предыдущих моих видео я поставил пару модов. Они чувствуют себя более-менее хорошо. И я думаю, Фолскар не будет с ними конфликтовать. По заверениям разработчиков, он не должен вообще конфликтовать с любыми другими модами. Потому как он существует независимо от самого Скайрима. И он не требует наличия таких дополнений, как Драгонборн или Даунгард. Ну чё, ребят. Ну как видите, у меня стоит более красивое зачарование. Анимация зачарований. Как-то так. То есть теперь у нас зачарование будет выглядеть как-то так. Это всё в виде магического пламени. Красного, синего, оранжевого. Зависит от вашего зачарования. Ну естественно, лёд и искры. Это всё красиво прорисовано. Тех, кому интересно, ссылочку я постараюсь оставить в описании. Если же, конечно, не забуду. А если забуду, то вы мне в комментариях, пожалуйста, напомните. Что ж, мы пришли. Шахта Глубинное Эхо. Авторы этого мода очень сильно просили не упоминать. Очень сильно просили не упоминать о том, что это какая-то недоделанная версия. Мод, завершённый на 100%. То есть багов тут по возможности нет. Все квесты говорят хорошо протестированы. Надо было догадаться, что и про болем с этим никаких не должно возникать. Пора покончить с этой глупой игрой. Поэтому давайте уже пробовать завершённый продукт. Всё-таки говорят. Пока режутся нормально. Но у меня топовое зачарование, поэтому переживать, думаю, нечего. По поводу, собственно, врагов. Так чё тут есть? Сожжённая книга. Золотишко меня, в принципе, не интересует. Это я как-то рефлекторно. Пора... И не это самое, не возбухай. Ну, пусто. По имени... А что это у тебя за оружие такое было? Нордская секира? Это, по-моему, обычная секира, да? Просто уже не помню всех моделек тех. Да, похоже, они пользуются обычным оружием просто из-за того, что... Мод... У меня включен. Так, ну, пока как-то не особо... То есть... Две мирские руины. Пора покончить с этой глупой игрой. Давай уже, заканчивай. Сейчас у меня зачарование кончится на мече, и тогда... Эти эффекты, надеюсь, пропадут. И буду уже играть... Говорится, с обычным оружием. Сейчас я вам покажу, правда, какое у меня зачарование стоит на мечах. Вот, на одном это поглощение здоровья и 35 урона огнем. А на втором это 35 урона огнем и захват души. Как видите, на каждом приличный такой дамаг. 623 единицы на каждом. Так что за урон с двух рук можете вообще не переживать. Убью любого. Чуть бы не за одну комбу. Пока могу сказать одно. Это довольно-таки уникальное место. Потому что ничего похожего я... Не видел. Автор убеждал, что волшебного маркера, который указывает на все цели... Он будет появляться не всегда, поэтому пройдется иногда даже думать. Для геймера, который уже привык к тому, что его вскоре не ебают и водят за руку... Это будет, можно сказать, даже страшно. Так, предводитель наемников. Дневник наемника. Словарь. Золотишко. Хорошо, давай посмотрим, что ты там писал. Писака. Дневник. Наемник. Так, давайте я для вас пролистаю. А сам... А, все, в принципе, я сам почитаю сейчас на паузу. Короче, странный такой документик, можно сказать. По тому, как... Тех, кому лень читать, я попробую пересказать. То, что в нем ишлось. Проще говоря... Либо это глава наемников, либо это какой-то еще человек. Они искали врата. Непонятные врата, я не знаю. Вот эти, наверное. Короче... Дедушка завещал их найти. Непонятно. То, непонятно зачем и непонятно для чего эти врата. И вот они их нашли. Собственно говоря. Вместе с древним пупом. Что ж, япона, мать, открывай. Что? Это портал какой-то, что ли? Пройти через врата. Знаете, я, пожалуй, сохранюсь. Но если вы не против. Александр Джей Велсон презент. Пройти. Пройти. Субтитры делал DimaTorzok Странник? Что значит странник? 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 Ну, значит, я единственный, кто может выставить тебя. Хорошо. Дай мне укрепить эти бары для тебя. Ну, давайте двигаться. Я не хочу лишить больше времени. Хочу сказать, но, по-моему, тут были завалы. Тебе нужна помощь? Хорошо, я тебе помогу. Янтарная долина? Что, чёрт возьми? Что, чёрт возьми? Ну, хорошо, веди меня, ну. Куда я перенёсся, да прошу прощения? Где там мы? Янтарный ручей. Какой-то... Старь-город. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но... А куда ты нас перенёс? В портал. У пещер нет маркеров. Это довольно-таки плохо. Лентяи. Создатели моды. А потом будут говорить, что они это специально сделали, чтобы... Создатели моды. Создатели моды. Дай дорогу. Я не хочу тебя зарубить. Я уйду. Это было ничего. Давай, я лучше первый пойду. Ну так, если чё. Мне проще. Порезать этих петушков. А ты чё переоделся? Ладно, ты там занимайся. Ладно, ты там занимайся. Да, не повезло. Этот всё ещё дерётся, придурок. И туда. Ну чё, всё? Нет. Макайас! Благодарю Девину. Открывай меня. Звучит, чтобы открыть дверь, находится на стене. У меня важные новости для Агнар. Что это? Ты в порядке? Они работают за Ингвар. Я не слышал их говорить. Они спрашивают... что-то. Это почему они меня уничтожили. Что они спрашивают? Что вы могли бы узнать? Они хотели узнать о каких-то ключах, и когда они обнаружили, что я не знал ничего, они были в порядке. Они решили, что делать с вами, когда вы двух появились. Я благодарю Девину за это. Агнар. Это императивно, что он знает. Он может также быть удачи для вас, для выделения таких важных информаций. Если вы следите за мной, я отключу дверь для вас. Хорошо. Тогда пойдемте в Янтарный Ручей. Янтарный Ручей. Пока что очень даже неплохо. То есть уникальной локацией. Ничего похожего в Скайриме такого не было. Обычно в Скайриме бывают пещеры там, локации, которые похожи одну на другую. Но такого еще не было. Угу. Ну ладно. Побежали тогда. Побежали тогда. Пешим кудом. А у меня нет там никакой магической лошади или еще какой-то херни. А то вдруг я что-то такое умею, а забыл. Ааааа... Призывной меч. Призыв питомца дронаком. Я ж по-моему что-то такое умел, нет? Похоже, что нет. Печально это все на самом деле. Ну ладно. не ну без тебя я открыл то есть это место так называется этот остров наверно блин все чертовски хорошо только плохо то что нету всех маркеров карте допустим пещер я уверен что тут куча пещер куча домов еще всякого разного похоже разработчикам было это сделать довольно лень хотя повторюсь может это все было сделано ради атмосферы так ладно побежали пока вы тормоза тут тупите квест у меня что не изменился надеюсь так отправляйтесь центрные ручей поговорите с я так я не уверен пока только насчет одного аспекта тут судя по всему добавились к цене а что с ними случилось это рейнгар рейнгар неонтарный мед меккайас меккайас это ты меккайас меккайас меккай меккай а как ты меня догнал бомбий с меккай 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 кузнец где могу купить лошадь меккай я думаю что единственный плац, который в городе это Габриэль он не использует его больше, так что он может продавить его тебе Ты хочешь инвестировать в мою сметку? Я поставлю это в больше употреблений и новых инструментов Я уверен, что у меня есть только то, что ты хочешь Уникального нету, все стандартное Ладно Похоже ничего из такого моды не попадает Да, тебе тоже Так, что это у нас такое? Главная покупка Типа старьевщик Хорошо Заглянем А вот это, похоже, длинный дом-ярд Так, зеленые флаги Но без гербов Похоже, небольшое поселение Когда ты больше, мой сын Для этого просто enjoy being young Если ты так скажешь Не дай, Фред, Вилхар Ты будешь развиваться, чтобы быть великим вооружением Я уверен Но только если я продолжаю практику Я буду делать это прямо сейчас Здравствуйте Мы нашли вот этого пацанчика Он сказал, что бандиты работают на Игвара Что? Что привело к нему в это? Такая заявка не может быть легче Он подслушал их разговоры И они схватили его по приказу Это... Это плохая новость Это могло бы значить начать другого война Спасибо, что привезли мне эту информацию Пожалуйста, принимайте этот токен Почему? Я не могу спросить Сколько вы Вы уже спасаете Один из моих людей Но я не имею в виду Войнах 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 Когда был войны Войнах И моих семье И юнвалдир Войнах 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 И кордвизар Войнах 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 Но их ручки Войнах Они могут знать Что с ним Игвар Войнах Иди в Бейлим В Северо-Восточную И говори Братару Торлоу Посмотрите Если он знает Что-то Вот о чем я говорил Иди блять На юго-восток Но пока что Маркера есть Поэтому все нормально Армия Алчности Новый квест Так Давайте посмотрим Так Это со старого Расспросить Братару Так вот Хорошо Пойдемте туда Пока что Квесты Блин Сделаны На достойном Уровне И Озвучка Очень Очень Даже Хороша Мне это Странно Странно Над модом Работали Профессионалы Все-таки Так Приюта Дареньковато Скакать Конечно Я хочу Лошадь Можно Только Украсть Но я Хочу Купить Некий Габриэль Должен Продавать Тут Лошади К сожалению Денигриф Не смог Отправиться Со мной Поэтому Так Подожди Это же Дом Я Тогда Какого Хера Ладно Сопру У него Лошадь Так и Были Стражи Я тут Не видел Поэтому Ну и Шуть Сниму А Это Просто У каждого Лошадь Стоит Да А не Смотрите Стражи Есть Так Так Вот Это Очень Очень Хорошо Сделано Просто Великолепно Ты Стражник Или Ты Просто Да Смотрим Блин Фалскар Фалскарский Стражник Черт Черт Ладно Сопру Таки У ярла Может Какие проблемы Что ты думаешь Это Что ты думаешь Дополнен штраф Дополнен штраф Вы слышите эти композиции, они хороши на самом-то деле. Такая спокойная музычка. В отличие от того же Скайрима, там где все треки, они такие величественные, где больше с упором на хор. Такие вот спокойные мелодии, большая редкость. Но я не наблюдаю здесь драконов или каких-то больших гор. Хотя вот такие вот хребты все-таки имеются. Тут есть дорога, поэтому я думаю, стоит просто понесли это вот. Вот это тролль, фу, отвали. Ничтожество. Ну вот и подумайте сами, что лучше платить тысячу золотых за лошадь или платить там сотню, как бы за штраф. По-моему плевать. Лучше за 50 или за 100 монет украсть ее за счет штрафа, чем платить тысячу и она где-то сдохла. Я ее, может, сам забью на мясо и поужинаю. Будет даже лучше. Ну что, далеко еще можно скакать? Если бы это все я пешком пилил, было бы довольно грустно. Тут какая-то ферма. Вот, мол, да. Ну, туда и заходить. Да, за руку, а нет. Вот видите, только проговорился насчет драконов. И тут же появился знак драконевого места силы. Ладно. Значит, мы по-прежнему во временах Скайрима. То есть, мы не перенеслись куда-то во времени. Вообще, в другое измерение. Мы в тех же временах, просто в другом месте. Ничего личного. Просто еда. Так, ну что ж, я сохранился. Мы, в принципе, прибыли. 30 минут, как для серии. Я думаю, этого достаточно. Мы начали новое прохождение. Довольно-таки хорошего мода. По крайней мере, на первый взгляд. Мы продолжим это прохождение. Я думаю, я пройду этот мод. Он обещает быть интересным. Он обещает быть большим. И сделанным... И сделанным... На довольно высоком уровне. Поэтому, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых видео. Всем пока. Как же все-таки приятно вернуться в Скайрим. И поиграть в что-то на должном уровне исполнения. Субтитры сделал DimaTorzok